Вот когда она начинает выкрашиваться швы уже и плитка сама шутаться, слышно, ходит она, пора значит менять её, а то лупнет и всё. Уже 4 плиточки, значит нужно сразу же менять. Расшивать плитку я буду полотну металла вот этим вот узким. Что получилось? Швы Довольно быстро расшел этим лезвием, желудочным полотном. Сейчас нужно убрать, вероятно так, попробую на одной плитке сам, убрать вот эту вот часть, хотя бы эту часть клея, чтоб можно было положить другую плитку. А вообще беда тут в подложке, проходит такая трещина, её видно. Это плохо. Подложка не выдержала, поэтому нужно по идее убрать гораздо глубже вот это всё и залить снова. Ну попробую. Никогда этим не занимался, нужды в этом не было. Не умею это дело. Ну попробую. Примерно таким макаром тут старая испорченная стамеска была. Вот в этом направлении нужно в свободном. Ни в коем случае не прикладывать усилие, чтобы оно не передалось на соседние плитки, а то всё лопнет. Чёртовой матери. Вообще, конечно, это должен делать тот так называемый мастер, который клал плитку здесь. Вот есть крупный металл у меня стоит источенный, не выброшенный. Сейчас его поставим. Вообще, дальше стучать уже нельзя. Соседние плитки отварятся. Здесь нужно что-то другое придумывать. Конечно, зубило тут. Если по этому месту начнёшь молотить, здесь всё отлетит. Даже при самом аккуратном варианте. А вообще, можно было перфоратор запустить. И тогда от этого пола, вместе с плиткой, то здесь бы ничего не осталось в течение минут 20. Хорошая машина. Если вы этот канал смотрите, коп-щель достаточно открыть, а дой там можно увидеть, какую работу с перфоратором с этим была проделана. Так, ну ладно, начнём по-другому действовать. Спасибо. Спасибо.